Доброе утро всем. Я надеюсь, все сегодня заряжены досидеть до конца и слушать и внимать доклады. И сегодня мы начнем с доклада, который делает большая крупная компания Mail.ru, который, я думаю, всем стоит поучиться. И доклад будет про релиз инжиниринг Mail.ru. И докладываться будет Максим Глеков. Поприветствуем его. Сначала хочу всех поприветствовать. Здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо, что пришли. Как мне уже представили, меня зовут Максим Глеков. Я работаю в Mail.ru достаточно давно. Уже почти около, ну где-то около пяти лет. И все эти пять лет почти я занимаюсь деплоем на продакшн сервера. То есть непосредственно я разрабатываю софт для деплоя, раскаток и прочих таких всяких девопсовских штучек. Итак, поехали. Значит, о чем сегодня я буду вам рассказывать. Сегодня я расскажу о работе релиз инженера. Кто такой релиз инженер? Чем он отличается от рядового верстальщика? Сегодня именно речь пойдет о том, как мы раскладываем фронт-энд. Потому что если рассказывать обо всем сразу, то времени у нас, соответственно, не хватит. Также я расскажу, как мы раздаем релиз, как устроен у нас демон обновлений, который бегает за релизом. Расскажу про тестовые сервера, как у нас устроен деплоин на тестовые сервера, чем он отличается от деплоина продакшн. Расскажу, как мы выкладываем в бой уже готовые, собранные, протестированные релизы. Покажу, как у нас сделан мониторинг, как он выглядит. И расскажу немножечко о внутренностях мониторинга, чтобы вы могли запилить себе такой же, а может быть еще лучше. Ну и в конце я покажу узкие места, с которыми мы сталкивались и которые были получены, грубо говоря, с помощью пота и крови. И там уже какие-то подсказки дам, чтобы вы уже не натыкались на эти подводные грабли. Итак, вот у нас есть верстальщик. Верстальщик – это этот человечек, который пришел работать к нам в компанию. Изначально ему дают доступ к гид, чтобы он мог работать. Доступ на деф-сервер, в котором он, так сказать, работает. Либо по самбе он там работает, либо по SSH, FS. И на этом сервере он видит то, что он делает. Какая связка у нас дальше? К сожалению, на два экрана разорваться не могу, но попробую. Когда он посмотрел свою работу, он проходит через деплой-сервер. Дальше деплой-сервер заливает на следующий сервер уже обновление. Дальше происходит синг и уже выкладывается на сервер, который сдает в интернете. Значит, фронтенды. Общая схема. У нас есть фронтенды, на которые вы заходите, на которых вы видите почту. Они ходят на этот сервер обновлений и записывают в базе данных результат о том, что у них там есть, что они скачали. И также есть еще связочка фронтендов с мониторингом. Каждый фронтенд должен отстукиваться в мониторинг, сообщать, что у него есть, какие сборки, что приехало, что не доехало и какие проблемы. Перейдем немножко к второму слайду. Кто такой релиз инженера и чем он отличается от верстальщика? Когда человек уже поработал в компании, ему доверяют, он опытный, то он может делать сборки. То есть это, грубо говоря, он работает верстальщиком, но еще плюс у него есть дополнительная обязанность – это собирать всякие итерации, быть ответственным и отвечать за свои косяки, которые он делает. Значит, что же выбрать готовое? Может быть, что-то уже есть. Самое простое – это гитпул на продакшене. Я поставил смайлик. Почему смайлик? Потому что сделать гитпул на тысячи серверов – это неудобно, это не асинхронно и будет ад. Следующее, что есть – это фабрик. Фабрик – хорошая система, открытая, написана на питоне. Но тут встает опять же вопрос – знаете вы питон или нет? Есть еще. Есть капистрана. Капистрана уже написана на рубях. В принципе, тоже неплохо. Но почему мы решили написать свою систему? Во-первых, это буква «Б» – безопасность. Система должна быть безопасной. Когда вы берете что-то готовое, ее пишут программисты. Программисты делают ошибки – намеренно или по неосторожности. Соответственно, коды системы должны быть открыты. И безопасники компаний должны все проверить, все посмотреть, чтобы не было никаких, так сказать, RCE-шек, прочих неприятностей при выкладках на продакшн. Второй пункт – это надо быстро фиксить баги. Если у вас внезапно при диплое диплое система сломалась, вам надо как-то быстро ее починить. То есть у вас нет времени ждать, пока техподдержка Капистрана или фабрика прилетит к вам на голубом вертолете и скажет, ребята, у нас есть фикс, мы все зафиксили. То есть, чтобы вы понимали, если что-то разрабатывается сторонними разработчиками, то сроки – это от недели и больше. Но вы не можете ждать. Вам проект надо выложить, было вчера. А вы уже сегодня сидите и пытаетесь что-то чинить. Еще следующий пункт – это система диплое должна быть минимально зависима от каких-то сторонних библиотек. Потому что сторонние библиотеки – это опять же ошибки. Опять же, где-то поставили библиотеку, где-то не поставили библиотеку. И в итоге у нас получается свистопляска. Там работает, здесь не работает. И надо как-то, чтобы все было, так сказать, написано руками и написано очень просто. То есть, не надо делать никакие сложные вещи. У нас есть всего несколько команд. Их всего четыре. Больше команд не требуется. Расскажу поподробнее, какие команды нужны. Во-первых, нужна команда, которая создает ваш релиз, который вы потом будете раскладывать на сервера. Следующая команда должна возить вашу сборку на сервера. То есть, сначала создали, потом повезли. Третья команда – уже управление между сборками, которые лежат на ваших серверах. То есть, сначала мы сборки привозим на сервер, а потом переключаемся. Соответственно, когда у вас уже куча сборок и какие-то сборки становятся ненужными, то нужна команда просто удалить. Просто удалить сборку на всех серверах. Вот и все. Все просто. Ничего сложного. Значит, какая последовательность действий? Сначала мы, естественно, запускаем команду «собрать релиз». У нас запускается раскладчик. Раскладчик – это некий Perl-скрипт, который там выполняет некоторую последовательность действий по сборке релиза. Да, он ищет div, который там надо раскладывать, если это тестовые сервера. Если это приготовление к бою, то мы берем все файлы. Дальше ищет зависимости, которые нужно собрать. Обрабатывает все файлы. Производит компиляцию шаблонов, потому что мы шаблоны на лету не компилируем, потому что это процессорное время, которое будет потрачено в продакшене. Проще потратить процессорное время, грубо говоря, на deploy серверах, которые стоят и курят, а потом отвезти уже все готовое в продакшен и там это быстро отдавать. Соответственно, когда уже все скомпилировано, все собрано, все готово, надо это как-то запаковать. Соответственно, мы это дело архивируем каким-либо образом и заливаем PSCP уже на сервер раздачи обновлений. Но перед этим пунктом, чтобы раздать релиз, надо еще предварительно подготовиться. Я рекомендую создать файл с md5 суммами от всех файлов, которые вы катите в релизе. Объясню зачем. Если вдруг какие-то возникли проблемы, криво распаковался торбол. Если у вас там тысяча серверов, там две тысячи серверов, то такое бывает. Доехал, допустим, на 999 серверов, а на одном сервере криво распаковалось и какие-то файлы отсутствуют. Соответственно, когда у нас есть файл с контрольными суммами, мы можем его быстро проверить с помощью утилиты md5 сумм. Мы запускаем ее, грубо говоря, натравленный на этот файл с опцией минус c это чек. Она быстренько бежит и говорит, что вот у такого-то файла сумма не совпадает. Сразу понятно, где у нас ошибка, что надо чинить, как надо чинить. Но этот способ достаточно дорогой, потому что посчитать хэш от больших файлов или если файлов много, то это долго. Есть более быстрый способ. Это делать размер, считать размер от сборки перед тем, как ее упаковать. Но этот метод плох тем, что он не показывает, где есть конкретная ошибка. То есть он подходит для мониторинга, для чекалки и прочих таких вещей, что вы сможете проверить, что размер запакованный на диплой сервере соответствует размеру того, что у вас приехало на сервер. Соответственно, лучше использовать md5 суммы, но и размеры считать для мониторингов. Как паковать? Можно паковать, использовать торболы. Самый простой способ. Или там архиватор какой-нибудь zip, rar и так далее. Значит, где их удобно использовать? Там, где нет root доступа. Там, где у вас обычный пользователь, ваш скрипт вращается из-за безопасников под каким-нибудь пользователем, у которого очень большое ограничение в правах. Или у вас, допустим, разные дистрибутивы стоят. Где-то Debian, где-то CentOS, где-то может быть вообще Windows. То есть, как совместить Linux-систему и Windows? Ну, тут один только вариант. Это использовать торболы. Потому что архиваторы есть и там, и там. И можно как-то это дело запустить. Соответственно, если у вас маленький репозиторий, то тоже как бы там заморачиваться по поводу паковки не стоит. Потому что маленький репозиторий, у него маленький размер торбола, соответственно, быстро распаковывается. И для раскладки на тестовые сервера, где у вас там есть ветки какие-нибудь, надо что-то такое довести, то тоже, соответственно, проще использовать торбольчики. Ну, с торболами, я думаю, все понятно. Что же поинтересней? Надо искать решения, которые, так сказать, работают быстрее. Мы нашли для себя SquashFS. SquashFS – это сжимаемая файловая система, которая приезжает на фронт в виде файла, потом монтируется в некоторую папочку, и из нее уже показываются все шаблончики, которые нужны. Чем это удобно? Это удобно тем, что у вас сборка всегда консистентна, ее не надо проверять. Это всегда один файл, вы его подмонтировали, проблем не знаете. Кто не сталкивался со SquashFS, это вы, может быть, так думаете, что вы его никогда не видели и никогда не слышали, что это такое. Но у всех дома есть роутер, есть, может быть, у кого-то квадрокоптер, у кого-то умный холодильник, который заказывает продукты. Во всех этих файл-системах используется файловая система SquashFS. SquashFS достаточно просто собрать. Просто используем команду make SquashFS. Она ставится стандартно из UMI или apt-get install. И вы указываете диру, которую надо запаковать, и, соответственно, имя результатирующего файла, который получается у нас уже на выходе. Но у SquashFS есть минусы. Первый минус – это если у вас отсутствует root доступ. Как у нас в Mail.ru, у нас root доступа и доступа на продакшн вообще нет. Поэтому, соответственно, с этим были некоторые сложности. Также у SquashFS, как я уже говорил, есть сжатие. Сжатие бывает разное. Бывает сжатие Gzip, а бывает LZMA. Соответственно, если у вас на серверах установлена одна и та же версия SquashFS с одной и той же компрессией, тогда все нормально. Но если компрессия вдруг разная будет на серверах, то она не будет монтироваться, и будут проблемы. Есть еще один такой хороший метод раскладываться RPM. Релиз у нас получается консистентный, хороший. RPM никогда не засоряют систему. То есть вы взяли, поставили, RPM минусы, надо удалить RPM минусе. Все как бы хорошо. Но есть еще нюансики, но о них чуть-чуть позже. Итак, сразу скажу, что на многих конференциях меня спрашивали, а что делать, если у нас там, допустим, сервера на Cintasi, у которых RPM стоят, а есть еще DBM сервера, у которых DEP пакеты. Можно просто конвертнуть легко свой пакет с помощью утилиты Alien. Мы ее натравливаем на RPM и получаем DEP. И наоборот, туда-сюда. Соответственно, мы можем получить и то, и то. У RPM минус такой. И как бы знают, как это делать админы, откатить админы. Соответственно, нужно их привлекать. Но админы в выходные обычно недоступны. Или, ну, работают, но работают уже с мелкими деталями. Вроде бы все очевидно, да? Что выбрали вот именно мы? Это SquashFS на проекте почта, потому что у нас торболы очень большие получались. У нас где-то вес сборки для фронт-энда, это около 500-600 мегабайт в запакованном виде. И когда этот, собственно, торбол начал приезжать на фронты и там распаковываться, это занимало очень долгое время. Потому что мы там придумали некие хитрости по торможению диска. Потому что если диск не тормозить, соответственно, фронт начинает отдавать ему весь диск. И получается то, что конфликт по файловой системе. Потому что диск занят, он не может обрабатывать запросы, которые приходят на сервер. Как затормозить диск? Будет чуть-чуть позже. Значит, торболы мы используем только для тестовых серверов. То есть, где работают разработчики, там крутятся какие-то юнит-тестики и прочее. Но есть у нас также проекты, которые используют RPM в продакшене. Это такие проекты, как ответы mail.ru, календарь mail.ru. Ну, то есть, они маленькие такие проектики. Им удобнее собрал RPM, отдал персональному админу, грубо говоря. И все хорошо. Сразу хочу сказать, что очень плохой вариант для продакшена – это катиться дифами. То есть, объясню, что это такое. Вы выкатили сборку, допустим, первый раз. Вам надо накатить обновление. Вы нашли, что, допустим, надо заменить какой-то JS файл. Или еще картинку, может, какую-то. Ну, что-то такое, да. Вы берете, спрашиваете git.div. Он вам говорит, вот, разработчик поменял только один файл. Вроде бы все выглядит нормально. Вы этот файл один запаковываете, катите и накатываете поверх уже готовой сборки. И тут все ломается. И все плохо. Потому что вы починили в одном месте, сломали в другом месте. И что делать теперь непонятно. То ли откатывать этот файл, то ли перекатывать, то ли что-то доделывать. И такой способ подходит только для тестовых серверов. Как у нас устроено хранилище релизов? Хранилище релизов – это обычные папки на сервере. Я сейчас попробую показать указочкой. Значит, у нас есть общее хранилище релизов папочка TRB, папочка альфа-тест и папочка продакшн. Изначально, когда вы собираете релиз, он попадает в папочку TRB. Там хранятся все релизы. Дальше мы кладем релиз в альфа-тест для тестинга. И когда уже в альфа-тест там все покрутили, поняли, что все хорошо, тот же самый релиз кладем в папочку продакшн. Как у нас регулируются сущности? Сущности – это внутри депозитария у нас есть два файла. Первый файл – он индексный. Есть MD5 сумма и название файла. Зачем MD5 сумма? Когда мы скачали сборку, допустим, или SquashFS, перед монтированием надо проверить, что контрольная сумма совпадает, что файл не побился при скачивании. И так мы гарантируем, что 100% целостность. Значит, второй файл – это Kickstart, как мы его называем. Kickstart управляет у нас… В нем написано сборка, на которую в текущий момент переключен продакшн. Так же, как многие заметили, там внизу есть такая маленькая регулярочка. Для чего эта регулярочка? Сразу скажу, что у нас есть некая потребность производить, допустим, некое тестирование. Когда нам надо выкатиться не на все наши тысячи серверов, а надо выкатить частично. И с помощью этой регулярки мы задаем, допустим, что если имя хоста попадает под эту регулярку, то мы применяем особые правила. Там, допустим, использовать какую-то сборку, использовать что-то в этой сборке, что-то подменить в этой сборке. Можно таким способом регулировать процент, выкатывать на процент. Итак, мы собрали релиз, готовы его катить на группу серверов. Что мы делаем? Мы просто набиваем в консоли команду push, указываем, что мы катим, и все. И у нас дальше все поехало. Что при этом происходит на сервере раздачи обновлений? Как я уже говорил, все устроено на папочках. Просто из одной папочки мы перекладываем файл в другую папочку. Там есть некая подструктура, потому что сборки у нас разделяются по типам серверов еще. Для каждого репозитария может быть несколько типов серверов, чтобы катить ограниченный набор файлов. То есть взяли файл, положили в другую сборку. Все. Что при этом происходит? Что-то пошло не так. А, нет. Все вроде бы нормально. Значит, релиз инженер. Вот он сидит такой мудрый. Он проверил все на деф-сервере, значит, подал команду на деплой-сервере. У нас пошла заливочка на деплой, на сервер раздачи обновлений, которые у нас крутятся внутри сети. И потом у нас есть как бы разделение по деф-зоне. Вот деф-зона – это все, что вот эта половинка. Продакшн-зона – это вот эта половинка. У разработчиков нет доступа из дефа в продакшн. Соответственно, между ними бегает R-Sync по некой дырявой политике, которую придумали админы. У них есть свои правила, как они ходят из одной зоны в другую. И простые разработчики пройти там не могут. Значит, сразу скажу, что когда мы раздаем релиз с серверов раздачи обновлений, у нас сразу есть узкое место. Сервер-то один, а серверов много. И когда у вас там тысяча серверов с одного сервера пытается утянуть торбол там весом 500 метров, и таких запросов тысяча, просто тупо проседает канал. И сервер не справляется, мы не можем отдать всем одновременно. Есть очень простое решение – это шардинг этих серверов. Мы просто доставляем еще один раздаточный сервер. Соответственно, строим функцию, которая внутри регулирует, на какой сервер рандомно прийти. То ли на первый, то ли на второй. Если с первого забрать, не получается автоматически переключиться на второй. И все. Если у нас два сервера засосало, мы ставим третий, четвертый, пятый и так далее. То есть такая простая линейная схема наращивания раздачи. Самое интересное. Самое интересное – это демон обновлений. У нас он называется GetRisk. Потому что изначально, когда всю систему делали, было очень как-то рисково все это делать. Значит, демон обновлений. Что это такое? Это демон, который крутится у нас на всех фронтах, и он приходит за обновлениями на сервера раздачи обновлений. То есть в нем, грубо говоря, два процесса. Первый процесс – это который контролирует сборки. Второй процесс – это который контролирует Simlink. Что делает первый процесс по сборкам? Он все время приходит на сервер и скачивает файлик deploy files list, который он показывал. Это файл с md5 суммой именем файла. Он пришел его, скачал. Если этот файл поменялся, он идет на сервер обновлений и говорит, дай мне сборку, которая у меня отсутствует. Он ее скачивает, потом проверяет, что у него все сборки есть. Если у него все есть, он просто засыпает на какое-то время. Потом опять просыпается, скачивает индексный файл и снова проверяет, все ли сборочки у меня есть или не все. Если что-то там не хватает, он опять просто тупо в цикле идет, скачивает новый файл. Что делает второй процесс? Второй процесс – скачивает файл вот этот вот с регулярочкой kickstart, который управляет сборкой, на которой переключен сейчас production. Вы что-то поменяли, в этом файле меняется имя сборки, у вас раз все сервера переключились. Как бы все просто и ничего сложного. Зачем два процесса, многие спрашивают. Отвечаю, два процесса за тем, чтобы можно было во время того, как вы качаете сборку, переключать сервера, ну как бы сборку на продакшене. То есть один процесс тупо качает сборки, другой процесс переключает. Так вы себя обезопасите от такого момента, когда у вас будет идти скачивание релиза, и вам надо будет срочно откатиться. Если у вас все будет сделано в один поток, вы тупо этого сделать не сможете. И будете ждать, пока завершится донлоуд сборки. Надо еще сразу предусмотреть деплой системе такую штуку. То, что статические торболы мы как бы делаем отдельно, и катим их первыми, а шаблоны катим отдельно. Потому что если шаблоны приезжают первыми, и при этом у вас не приехали JS, CSS, картинки и так далее, то пользователь видит разбитую страницу. Разбитая страница пользователям не нравится, они тут же закрывают, начинают писать плохие отзывы. Поэтому две сборки, одна со статикой, другая с шаблонами. Чем отличаются тестовые сервера от боевых серверов? На боевых серверах у нас DocumentRoot 1. DocumentRoot для тех, кто не знает, это куда смотрят Apache, Jinx и так далее. То есть папка, где хранятся шаблоны. На тестовых серверах у нас DocumentRoot плавающий. Мы его переключаем с помощью регулярки внутри перла. То есть если человек набрал имя сервера одно, то DocumentRoot 1. Если там какая-то ветка, то DocumentRoot регулярно смотрит, куда пришел человек. Надо место другое поменять и переключает DocumentRoot. Чтобы было понятнее, объясню подробнее, что это значит. То есть в DocumentRoot у нас есть некие веточки. Там у одного разработчика веточка mail-111, у второго разработчика mail-222, чтобы они могли работать независимо. Соответственно, как я уже говорил, мы катим все дифами и для веток катаем только различающиеся файлы. Но как же запустить тогда веб-сервис, когда что-то не хватает, допустим, у вас есть шаблон 1, а шаблона 2 нет. Решение очень простое. Мы используем Fuse. Это файловая система onUserSpace. Fuse нам мерзит две директории в одну. То есть у нас есть веточка верстальщика, некая branch1, mail.ru. Ее надо отдавать. Соответственно, верстальщик работает в веточке branch1. И еще на сервере у нас лежит то, что лежит на продакшене в папочке mail.ru. Что же происходит дальше? Вот верстальщик, допустим, поработал, сделал файлик 2, но при этом он чем-то отличается от файла, который есть на продакшене. Что происходит дальше? Вернемся на один слайд назад. Убежали. Значит, файл 2.html берется из ветки верстальщика, попадает в Fuse. Fuse смотрит, что у верстальщика нет файла 1.html и начинает его подмешивать из корневой сборки, которая лежит на продакшене. Соответственно, берет отсюда его, подкладывает. Что получается на выходе? Файл 2.html из ветки верстальщика, файл 1.html из общей сборки. Таким образом, мы получили то, что у нас полный набор файлов, и все сервисы будут стартовать. Никто не будет ругаться, что такой-то файл отсутствует на сервере. Что можно найти в открытом доступе? Значит, первое, что мы взяли и посмотрели, как сделано, это мержи FES. Написано на питоне, можно скачать по этому адресу, посмотреть, если вам надо мержить две папки. Это хорошее решение. Оно работает. Значит, следующее, что я смотрел, это была UnionFS, которая написана на C. Я расскажу сразу, что, как она написана, мне не понравилась. Несмотря на то, что она написана на C, она работает медленнее, чем на питоне, мержи FES. Потом есть AusFS. Ее я так посмотрел, но не стал ничего делать. И есть еще MHDDFS, который написал наш бывший коллега Дмитрий Обухов. Написано она, конечно, хорошо, но работает медленно. Нам не подошла. Поэтому смотрите, кому что понравится, можно дописать и сделать, как вам надо. Значит, теперь мы будем раскладывать билд, уже непосредственно, который прошел через тестовые сервера, уже в продакшн. Что мы для этого делаем? Мы ничего не меняем. Мы используем команду push, то есть кладем вот эту сборку в ветку продакшн. Просто запустили команду, ничего не меняли, все готово. Дальше мы должны переключиться на разложенную сборку. Это мы делаем команду switch, говорим, что мы хотим переключить продакшн на такую-то сборку. Все. При этом у нас приезжает файлик кикстарт, сервера его хавают, смотрят, что там написано, на какую сборку мы переключаемся. Раз, переключили. Дальше. Потом мы сразу открываем мониторинг, смотрим, как у нас идет скачивание билда на сервера. То есть есть такое поле зеленое, зеленые сервера, значит все хорошо, все нормально. Серые сервера – это сервера, которые сломались. То есть бывает очень часто такое, допустим, на сервере вылетел диск. Или там на сервере, ну не знаю, крыса съела кабель в дата-центре, и он отключился. Пока его чинят, он там будет сереньким. Как он обратно наберется, все скачает, все переключит, он станет зелененьким и будет все хорошо. Есть также красненький сервер. Красненький сервер, значит, что все плохо. Есть какие-то критические ошибки. Значит, надо четко понимать, что нельзя переключаться на новую сборку, если есть хотя бы один сервер критический. Объясню почему. Когда вы переключаетесь на новую сборку, то у вас сразу включается какой-то новый JS. Новый CSS. В JS у вас обычно прописаны какие-то счетчики, которыми вы считаете какие-то моменты. Соответственно, если у вас разница в JS идет, счетчики начинают считать. На одном сервере по одному, на другом сервере по другому. Соответственно, если есть какой-то сломанный сервер, и там сломалась система деплой, то туда нельзя переключаться, потому что у вас пойдет рассинхрон в JS, и счетчики моментально вылетают. Также помимо этого есть еще такой подводный камень, когда вы катите фичи. Вы выкатили какую-то фичу, а один сервер у вас не съел обновление. Соответственно, пользователь по нажатию F5 будет то видеть фичу, то не видеть фичу, то видеть фичу, то не видеть фичу. А если это какая-нибудь корная фича, допустим, которая связана с авторизацией или с подтверждением телефона, то пользователь будет очень раздосадован. Покажу, как выглядит наш мониторинг в хорошем состоянии. В нем есть набор сборочек. То есть набор сборочек, да. Мы видим, что файл скачался. Мы видим, что система подтверждает, что папка, в которой распаковался файл или подмонтировался, она есть на сервере. Также мы видим, куда сейчас переключен сим-линк на текущем сервере и время переключения. Как выглядит, когда все плохо? Допустим, у нас отсутствует сим-линк. Просто красненькая, да. Все. Сразу релиз-инженер видит, что есть какие-то проблемы на сервере. Надо там либо админам звонить, либо там еще что-то предпринять. Может попробовать переключить повторно. Как устроен мониторинг? Ну, мониторинг делать достаточно просто. То есть это приложение, с которым справится каждый там пользователь, двопс и так далее. Все просто. Мы берем базу MySQL, допустим. В ней создаем какие-то таблички. То, что нам надо хранить для мониторинга. Мы пишем быстренько фас и джайку на коленке. Так раз-раз, готово. Сразу мы прокидываем походы в базу через memcash. То есть раз сходили в базу, в memcash закешировали. И, соответственно, все, что вы видели, все вот эти прекрасные картинки с зелеными квадратиками, они все написаны на джаваскрипте. То есть фас и джайка, она тупо отдает JSON-P. Джаваскриптом вы там все это читаете, парсите и строите веселую картинку, такую, как вам надо. Все достаточно просто. Значит, накати – это первый этап. То есть мы переключились, все нормально. Сколько времени переключения? Время переключения может быть большое, а может быть маленькое. Когда время переключения между серверами большое, это очень плохо. Потому что, как я уже говорил, если происходит медленное переключение, то у вас на одном сервере пользователь видит одно, на другом сервере другое. Получается адок. У нас время переключения где-то занимает от 2 до 5 секунд. Это время нормальное. Этого времени достаточно, чтобы пользователь не успевал нажать F5 и получить разные шаблончики. Объясню, почему 2-5 секунд и меньше не получается. Потому что, когда вы крутите демон обновлений на фронте, у вас в демоне обновлений есть некий слип, чтобы не додосить сервера раздачи обновлений. То есть, если слипа не будет, вы будете постоянно там говорить, дай тарбол, дай тарбол, дай тарбол. То получается, когда у вас 1000 серверов, вы просто сами задодосили себя, сервер прилег, все, до свидания. А когда вы, допустим, сходили за обновлением, но обновления нет, вы ждете 5 секунд, соответственно, время старта демона чуть-чуть разнится на разных серверах, потому что Puppet, когда раскладывает демон обновлений, он на одном сервере стартует в одно время, на другом сервере стартует в другое время, и, соответственно, получается вот эта дельточка 2-5 секунд. Вот так у нас еще выглядит дашборд. То есть, мы берем из JavaScript, строим графики, мы строим графики по статусу, количество JS ошибок, количество серверсайдных ошибок, таймеры всякие и прочее. Обычно посмотрели в тот мониторинг, что все доехало, зелененький, который я показывал до этого. Потом смотрим в дашборд, что сборка работает нормально. Как бы 15 минут после выкладки обязательно надо сидеть смотреть дашборд, потому что, может быть, сначала все нормально, а потом такая ситуация. Количество серверсайдных ошибок увеличилось. И мы получили, допустим, все хорошо, 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 а потом раз и 40 тысяч ошибочек. Что значит 40 тысяч ошибок? Это значит, что 40 тысяч юзеров не увидело то, что они хотели. Они не смогли получить свою почту, не смогли увидеть календарь или еще что-то такое. Когда вот такая ситуация происходит, надо срочно откатывать. Сколько времени надо на откатку? Времени на самом деле уходит не больше, чем на накатку, тоже от 2 до 5 секунд. Соответственно, про медленный быстро я вам рассказал. Лучше быть быстрым, чем медленным. И откатываться быстро. Немножечко про то, что надо делать после того, как ваш билд доехал на боевые сервера. Надо обязательно выделять один сервер, на котором будет минимальная нагрузка с балансера. Потому что вам надо прогнать тексты автоматически. Как бы сначала на тестовых серверах, а потом, когда выложилось на живое, надо уже прогнать на живом. Чтобы вы были уверены, что результат один и тот же, что никакой environment не нарушен, все работает так, как вы планировали. Но также еще помимо автоматических тестов, надо прогонять тест руками тестировщиков. И нанимать специального человека тыкалку, допустим, который будет ходить и тыкать. Почему? Потому что машина иногда воспринимает результат по одному, а человек видит глазами, и он видит, даже если результат какой-то, который ожидал скрипт, допустим, единичку ему дали, то ответ может выглядеть совсем по-другому. Тесты пройдены, ошибок не обнаружено. Теперь расскажу о таких ноу-хау, которые, может быть, кому-то покажутся нелепыми, кому-то слишком простыми. Значит, первое, с чем мы столкнулись, когда мы начали записывать торболы на диск, у нас была проблема, то, что хард вставал, он отдавал все ресурсы харда только на распаковку файлов. И, соответственно, когда бэкэнд обращался к диску, он очень долго ждал. От этого увеличивалось время отдачи страницы. Как мы решили это? Мы нашли утилиту pipeviewer в интернете. Она позволяет писать на диск с определенной скоростью. То есть, грубо говоря, вы в нее катаете торбол, дальше утилиткой pv задаете limit rate, с которым вам надо писать на диск. Туда не попаду. И дальше просто таром обычно распаковываете. Вот прямо готовая команда. Кому-то, может быть, будет очень актуально. То есть, что при этом происходит? Вы файл катаете, и он будет не спеша записываться. Да, если сборка большая, будет катиться медленно. Но при этом ваш сервис будет продолжать работать. Как бы это очень ограниченная запись на диск. И очень осторожно. Это как бы большой плюс будет для вас. То, что вы не будете простаивать, когда к вам едет сборка. Значит, следующее, с чем мы столкнулись. Все операции, которые вы делаете в деплой системе, они должны быть атомарные. Почему атомарные? Потому что, когда вы, допустим, вот приведу пример на переключение симлинка. Один симлинк у вас есть, вы его хотите поменять. Вы его сначала, допустим, делаете команду rm, то есть удаляете, да, а потом там создаете какой-то новый симлинк. В тот момент, когда пользователь попадет между этими операциями, симлинка не будет, и он увидит ошибку 500. Соответственно, вместо того, чтобы делать rm, и потом, не знаю, эхо туда или еще как-нибудь, открывать файл на запись, надо делать просто mv. Вы подготовиваете темповый файл, который у вас называется точно так же .tmp, с каким-нибудь таймстемпом, чтобы не повторялся. И потом вы тупо mv один файл в другой. Получается одна атомарная операция, которая работает хорошо, и у вас нет такого маленького-маленького промежутка, когда пользователь может попасть и увидеть пустую папку. Следующий пункт – это то, что надо шардить раздающиеся сервера. Когда будет садиться канал, вы уже почувствуете, что да, надо бы что-то делать. И шардингом надо заниматься как бы заблаговременно, потому что ситуацию с долларом, я думаю, что не надо объяснять в стране, и купить там какой-то еще сервер для раздачи обновлений для многих бывает сейчас проблемно. Поэтому надо сервер поставить заранее, можно не такой сильный, но как бы чтобы он был подстраховочный. И еще один такой момент, он очень спорный, потому что мы спорим даже с коллегами на эту тему, это не пользоваться базой данных в демоне обновлений. Я объясню почему. База данных – это лишняя точка отказа. Допустим, вы из демона обновлений, там что-то смотрите в базе данных, при этом ваш запрос в базе данных повис. База данных перегружена. Демон вместо того, чтобы оттуда как-то отвалиться, если вы забыли установить тайм-ауты при походе в базу, он будет там висеть. И будет происходить так, что вы ждете и не понимаете, что происходит, почему ваша сборка не едет. А на самом деле демон тупо висит в базе данных и смотрит, когда же будет можно что-то оттуда получить. Это раз. Во-вторых, бывает так, что сервер с базой данных сломался, больше недоступен, а вам все равно надо катиться. То есть, допустим, раскатить какую-нибудь плашечку, заглушечку, что извините, мы, ребят, чиним здесь. Поэтому я не рекомендую использовать базу данных. Все лучше делать на файлах, чтобы было атомарно, консистентно и ничего не ломалось. У меня все. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то готов ответить. Да. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Окей. У меня тут есть несколько вопросов. Я задам только самые основные из них. У меня с самого начала возник вопрос, до конца не ответил. А почему? Вы смотрели ли на докер? Почему он вас не устроил? Мы тоже катаем фронтенд, в том числе и на докер. И вышло круто. Решает практически все, что вы здесь описали. Практически все проблемы, с которыми столкнулись, деплой фронтенда через докер, решает очень. Да, докер решает. Но у нас есть очень строгая служба безопасности. Есть также админы, которые, ну, не любят ношество, и они следуют рекомендациям службы безопасности. А служба безопасности сказала нет, значит нет. Окей. Наверное, этот, еще буквально один такой вопрос. Мне стало непонятно. Вот вы говорили, тормозить диски, потом вот линги там убирать, можно отмениться на проблему. Вот я не уловила, почему нельзя просто стопнуть, допустим, Nginx на этом сервере, который у вас все отдает, обновить все, потом стартнуть Nginx. Соответственно, балансер отработает, не будет пускать на него трофло и отдаст обратно. И будет правильная отдача у юзеров. Например, юзер приходит за каким-то файлом, вернее за сайтом, он приходит, ну, там, допустим, собирается сайт из чего-то. Юзер приходит на один сервер, начинает собирать, ты сделал MV, и он первую часть получил от одной сборки, вторую часть получил от второй сборки, получается у него этот JS может не работать. В то время, если ты выключаешь и включаешь, то ты гарантированно даешь одну версию вот этих вот нескольких JS, которые даешь пользователю. Да, вопрос хороший, но отвечу на него так, что чтобы такое делать, надо с балансера тачку выкидывать. Соответственно, это простой тачки, то есть тачка будет курить в это время, а остальные тачки будут нагибаться. Когда у нас там более 500 серверов где-то в ферме, если мы будем вытаскивать по одному, мы не справимся. Ну, как бы будем целый день вытащил, поставил, вытащил, поставил. То есть будет сидеть человек-админ, который будет только перетыкать тачки на балансере. Соответственно, если вытаскивать по 10 серверов, допустим, или по 20, это тоже долго. Если вытаскивать по 100 серверов и делать обновление на 100 серверах сразу, то это опасно. Я имел в виду даже, например, я не знаю, что у вас за балансер, но если, например, Nginx или Haproxy, он не видит, что ты просто на этой тачке ложишь свою отдавалку, и тебе не надо ниоткуда ее вытаскивать. Он просто увидит, что там ничего не поднято, я не могу тут сейчас по TCP. Говорит, вот следующие 20 секунд, я туда даже не пробую, потом еще раз попробую. Надо четко отдавать себе понятие, что происходит, когда вы тачки выдергиваете с балансера. Допустим, ферма 500 серверов, она не просто так стоит. Она рассчитана, чтобы держать определенное количество запросов в секунду. Соответственно, когда вы тачки с балансера дернули, вы оттуда часть забрали, у вас на остальные фронты пошла большая нагрузка. Соответственно, если вдруг придут какие-то там плохие люди со своими парселками, чекалками и прочей фигней, просто на халяву побаловаться, то вы просто прикладываете сами же свои фронты, которые у вас остались. И сами ложитесь. Все. Окей. Я думаю, можно будет потом обсудить. У меня просто мнение немножко другое. Хорошо, давайте в клуарах. Спасибо большое. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Вы говорили про капистрана, про фабрик и про безопасность. Я заканчивал вообще вуз по специальности безопасности. Мне немножечко непонятно вот этот посыл о том, что программисты делают ошибки, и поэтому мы вот этот продукт использовать не будем. Мы лучше напишем свой велосипед, ведь мы ошибок не делаем. Я не говорю, что мы не делаем ошибок. Мы тоже людям, мы тоже делаем ошибки. Просто как специалист по безопасности вы должны понимать, что в интернете есть много файлов. Там написано, допустим, exploit для SSH. Запускаешь, он говорит, запустите, пожалуйста, от рута. Ну, человек думает, ну, наверное же, надо от рута запустить. Запускает от рута, а он ему чистит корень диска. Ну, понятно. Ну, тогда есть следующий вопрос в этом же ключе. Что мешало, собственно, взять тот же фабрик капистрана, фиксить в нем баги и коммитить в обстрим? Да, я ждал такой вопрос. В нашей компании принято… То есть, ну или какие-то другие фатальные недостатки? Есть фатальный недостаток – это язык. Мы пишем в Mail.ru на Perle. У нас есть разработчики на питоне, но как бы большинство разработчиков у нас заточены под Perle. И как бы разрабатывать и переобучать людей на другой язык – это дорого и тяжело. Не все хотят учиться. То есть, нам проще написать в языке, который мы понимаем, любим, и можем на нем делать быстро хорошие вещи. Понятно. И еще один вопрос. Вот про раздачу обновлений, про шардинг серверов, раздачу обновлений. А вы не пробовали использовать какой-нибудь тарент протокол, для того, чтобы у вас ноды как бы сами между собой обменивались этим делом? Да, хотели попробовать, но опять же служба безопасности нам это не разрешает. Потому что будут другие открытые порты, а как бы держать что-то открытым, кроме восьмидесятки, нам нельзя. Потому что из-за соображения, опять же, безопасности. Спасибо за доклад. Максим. Я тут. Я тут. А, Максим. Здравствуйте, да. Спасибо вам за доклад. Хотел бы спросить, а как часто вы релизите? Обычно у нас два релиза в неделю. И хотфиксов может быть неограниченное количество. То есть, ну, можем на неделю зарелизиться раз пять. И сколько занимает полный цикл от сборки, первый самый тестовый, и до релиза на продакшен? Значит, тестовый цикл у нас занимает примерно неделю. Потому что функционал большой, надо тестировать все. И как бы нельзя тестировать только часть функционала. Если вы там поменяли в одном месте, то может сломаться в другом месте. Соответственно, надо тестировать все. На тесты уходит время, труд людей. И, соответственно, раскладка – это самое мизерное время, которое мы там отводим именно вот с помощью… чтобы тратить на раскладку время людей. Добрый день. Спасибо за доклад. Еще хотел спросить. Первый вопрос про UnionFS. Вы сказали, что не очень хорошо написано. В какой момент это вы смотрели? Как давно? Я смотрел это года два назад, наверное. Тогда UnionFS, она была, по-моему, на питоне одна версия, а другая версия на сишечке, выложена на самом форже. Ну, просто вообще UnionFS уже принят в upstream, ну, в mainline типа kernel, и он там работает в 3.18, по-моему. Вроде с ним получше, короче, все. Нет, я не говорил, что он не работает. Я говорил, что он работает медленно и не подходит под наши задачи. А, окей. Потому что они, видимо, держат разную нагрузку. МержFS там может выдержать, я не знаю, не тестировал, поэтому не скажу, сколько он там держит, да? Но UnionFS даже не выдержала наших 10 разработчиков. Прошу прощения, ВервейFS, да, я оговорился, на самом деле. Как раз ВервейFS был принят, да, спасибо. Да, да, оговорился просто. Про ВервейFS как раз был вопрос, потому что вроде бы он достаточно нормально работает и по нагрузкам и так далее. Ну, то есть оно принято в kernel, там, у 3.18, и, в принципе, работает хорошо. Ну, это повод посмотреть. Заново. А, и еще хотел спросить, вы не используете, то есть, не очень понял, как забирается торбо, потому что вы сначала говорили про SCP, мне показалось, что можно бы использовать R-Sync Demon, к примеру, ну, и качать просто R-Sync без оверха, да, ссошного. Да, значит, расскажи этот момент поподробнее. Когда мы заливаем на сервер раздачи обновлений, которые находятся у нас в зоне для разработчиков, он туда заливается либо R-Sync, либо SCP, либо чем-то таким. Вот, но когда у нас речь идет, значит, о том, чтобы фронты пришли и забрали обновление, то мы используем просто PerlLVP, допустим. Или можно использовать V-GET. Но на моей практике, если использовать PerlLVP и V-GET, то V-GET сломается где-то на четырех серверах из тысячи. Я не знаю, что там связано, как бы, даже с контролем ошибок, но ломается, приезжает кривая сборка. А вот PerlLVP работает нормально. А дебы не используете, потому что рут прав нету, да? Чего не используем? Дебы, я так понял, вы не используете, потому что рут прав нету из-за администрации. Да, да. Окей, сейчас, еще один вопрос. А по поводу ошибок, у вас какой-то алертинг в вашем мониторинге есть, когда вот вы говорите, что человек сидит и еще 15 минут смотрит потом на ошибки в JS, и если что, срочный откат, там, не знаю. Есть какой-то алертинг в вашем мониторинге? Да, присылает смс-очки. Что-то пошло не так, но после определенного порога, да, есть фон ошибок, как бы, есть некий постоянный, ну, то есть, постоянно идет фон какой-то ошибок, потому что у кого-то есть сетевые накладки, кто-то там отвалился где-то, ну, что-то такое происходит, из-за этого, соответственно, есть некий фон ошибок, который есть постоянно на графике. Соответственно, когда что-то взрывается, то фон ошибок резко увеличивается, и это сразу видно. Соответственно, там, многим людям приходит смс-ку, типа, откатывай, 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 У нас есть несколько релиз-инженеров, там они сидят, если один отошел, грубо говоря, покурить или в туалет, то за него это сделает другой релиз-инженер, потому что ребята работают в команде, и они знают, что выкатил один, на что надо откатить. Окей, спасибо. У меня, собственно, тоже будет вопрос по мониторингу. Я заметил, вы смотрите чисто количество ошибок. Ну, там, допустим, много количества ошибок может загенерить один юзер. Мы пришли к тому, что в итоге смотрим на процент юзеров, которые получили ошибки, и сравнивая с процентом юзеров, которые вообще пришли. То есть, там, пришло 5000 пользователей, они получили, там, 30% из них получили ошибки, и в итоге на этом можно что-то сделать. Вы такие ситуации рассматривали? Ну, то есть, такие вот метрики. Нам удобнее смотреть, как бы, количество ошибочек. Это как-то более удобно, чем работать на процент. Это не всегда понятно. Ну, 5%, 10%, сколько это? Вот теперь представьте, от 100 тысяч реквестов в секунду, сколько 10%? Это 10 тысяч. Человек плохо себе представляет, что такое 10%. У него в школе были проблемы с математикой, но при этом он хороший, там, допустим, джава-программист. Ну, ему говорят, ну, 10%, он говорит, ну, ок, ну, 20%, ну, ок. Это то же самое, что как банк говорит, мы вам сейчас дадим кредит под 28% годовых, да? Это ок или нет? Ну, как бы, вот тут точно тоже такая же. Спасибо за доклад. У меня, скорее, дополнение насчет RPM и root-прав. У нас примерно похожая ситуация. Мы сделали базу данных RPM в юзерском каталоге, сделали виртуальные пакеты для установленных системных пакетов, и обходимся без помощи админов при установке пакетов с помощью RPM. И RPM делает бесплатно то, что вы делаете в своем продукте. То есть он контрольные суммы считает, он может сам забирать с серверов и прочее, прочее. То есть это тот же инструмент, которым пользуются уже админы. Да, но надо еще довести RPM. Ребята, к сожалению, время подходит к концу. Остались еще какие-то вопросы? Подходите ко мне там в кулуарах, да, попьем кофейку, обсудим. Если что-то интересно будет, расскажу. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ